Всем привет, ребята, всем доброе утро. У меня уже Андрей уехал. Сейчас объясню, куда. У нас утро началось с того, что Андрей собирался и уезжал, потому что сейчас будет какое-то время работать. Поэтому вот такие вот дела. Я сейчас замачиваю. У нас здесь и курица будет, и индюшка будет. Я замачиваю нам, как это сказать, замачиваю нам разных животных, потому что, потому что почему, давайте с вами подумаем. Потому что, потому что, потому что, потому что нужно замочить и курицу, и индюшку, потому что завтра день рождения у Андрея. Поэтому мы то и то замачиваем. Каждый будет кушать то, что захочет он. Вот. В общем, такое у нас в планах. Дальше, что еще? Дальше, как вы думаете, это индюшка или курица? Наверное, это курица, вот это. Блин, не знаю, у этих всех животных ничего не понятно мне. Эти все животные очень-очень странные. Капец какой-то. Так, курочку давай чуть сюда, вот это вот давайте сюда. Что это за животное? Я его вообще не поняла. В общем, так что, Андруша сейчас будет работать какой-то. Ну, он вернулся к работе, которой мы занимаемся. Вот. Поэтому вот такие вот дела. Я его собрала, он поехал уже. И мы сегодня с Даном сами на хозяйстве будем целый-целый день. Потому что вчера у нас был пробный вариант, я полдня с ним была сама. Все хорошо прошло. Я думаю, целый день будет намного проще, потому что я уже за целый день выработаю тактику работы, как мне с ним справляться, как все делать. И все будет хорошо у нас с ним. Вот. Вот такой вот у нас план. Все у нас будет очень хорошо. Не, ну, в любом случае у нас все хорошо с Даном будет. Мы справимся. Потому что просто я никогда не оставалась с Даном одна. Вообще никогда. Поэтому для меня это немножко волнительно. А так, в принципе, ну, нормально. Вот. Что еще вам нужно рассказать, интересно? Рассказать, рассказать. Я себе больше ничего такого. Вот. Это все такие новости. Будем с Даном сегодня на хозяйство. Хозяйничать. Заниматься делишками. У меня предстоит генеральная уборка, потому что нужно хорошенько поубирать. Так как завтра будут гости, родители Андрея будут. И мои родители. То есть, как бы завтра планируем их всех позвать. Ну, мы уже их позвали. Они все приедут. Просто именно в виду, что планируем завтра собраться. Все-все-все нашей большой семьей. И единственное, конечно, не получится прям всей-все-все семья. На ней брата Андрея Сережу приносим потом отдельно, потому что, ну, негде у нас для всех разместиться. Это не очень удобно, поэтому мы встретимся пока только с нашими родителями. А дальше разберемся. Вот такие вот у нас делишечки. Я сейчас готовлю заправку, в которой замариную курочку и индюшатину. В общем, вот такие вот у нас планы. Я буду сегодня убирать, убирать, убирать. Андрейка вернется аж вечером домой. Поэтому тоже так. Потому что будет целый день занят. Ко мне чуть попозже придет Кира и будет мне помогать. Потому что мне, например, вчера помогала купать Кира Дана. Потому что купать, да, оно нелегко. Но в плане доставать его, а потом мазать. Потому что мазаться он вообще очень не любит. Короче, это немножко такое затрудненное состояние. Немножко стрессово, потому что Дана очень нервничает и психует. Вот. Поэтому это так весело и интересно у нас, когда мы купаем Дана Канашева. Ну и все хорошо. Все нормально. А что еще можно сказать? В принципе, все. Я просто занимаюсь тем, что мариную курочку. Мариную, все сейчас все замариную. И не приступлю к уборке, потому что... А, приезжала же мама Андрея, потому что забрала его. И он поехал с ней. Вот. Привезла Дану. Я дожку сейчас покажу вам какую. Вот этого главного персонажа, ингреберца. Дану. Привезла. Так что прикольная такая птица. Мне нравится. Я очень довольна таким подарком, потому что на греберце птички реально прикольненький. И Дану очень понравилась эта птичка, потому что она яркая, в принципе. Поэтому... Все. Мне останется только немножко пропарить, прошпарить. И все. Так. Будем сегодня с вами вдвоем на хозяйстве. Скажу, это не сложно. Просто я себе немножко не представляла. Ну, я просто... Очень много мне где помогает Андрей. Нячи, Данла. Потому что я целый день не могу находиться с Даном. То есть мне тяжело. У меня руки устают. Он тяжелый уже мальчик стал. Но ничего страшного. Сегодня мы с ним... Я думаю, идеально справимся. Не могу найти... Где Данка? А, вот она справилась. А сегодня, я думаю, мы с Даном справимся. Все у нас будет в порядке. Ну, я знаю, что все будет в порядке. В общем, будем с вами генеральную уборку устраивать. Завтра у Андрея день рождения. Он будет дома. Завтра никуда не поедет. А сегодня поехал. Вот. Все. Буду мариновать. Ну что, ребята. У меня уборка идет полным ходом. И здесь я полностью все убрала. Ну, осталось просто вот сложить все. А так, типа, здесь все очищено полностью. Плита очищена. Плитка в округе очищена. Все очищено. Вот там я все тоже перемыла, очистила. Холодильник помыла, почистила. Все, убрала на кухне. Осталось подоконник здесь убрать. На полочках поскладывать аккуратненько. И можно переходить в следующую комнату. Дан уже спал, просыпался. Поэтому сейчас, я думаю, у меня немного снова времени есть. Но я решила выделить все-таки время на обед. Потому что мой как бы обед зависит от того, что как бы ребенку тоже должно поступать к этой еде. Да, я бы, если бы не кормила грудью, то я бы, наверное, не ела сейчас. Убирала бы. И не тратила время на уборку. Ой, на отвлечение от уборки. Пока есть, я не знаю. Ребята, приятно. Да, мы с Кирой кушать будем макарошки с сосисками. Я сосиски с одни, если бы не люблю, это с одни сосиски. Но у меня других не было. Поэтому Кире придется кушать такие. Так, а мне уже пришла Кира. Она мне помогает с Даном. В общем, если бы я не кормила грудью, то я бы сейчас не тратила время на еду. Не кормила грудью? Да. Но так как я кормлю Дану, и Дану нужно питательное муроко, поэтому сама сройдусь кушать. И продолжу убирать. Так что, такие планы. Здесь самое главное, это мне очистить кухню. Потому что ее сложнее всего очистить. Всегда оставляю это на Андрея. Но, естественно, Андрея убирает. Но просто не складывает так бы, как бы мне хотелось. Поэтому, наконец-то, у меня добрались руки на кухню. И там уже не самое сложное останется. Это везде вытереть пыль, все протереть, оттереть, и все. И уборка будет закончена. Завтра просто останется пропылесосить, еще помыть пол. Сегодня я тоже пропылесошу и помою пол. Но уже завтра так, финально. И будет чистота. Все, всем приятного аппетита. Мы будем кушать. Такс. Такс, такс. А кто тут убирается? А мы тут с Даном убираемся. Прочинаем. Это практически легко. Ой, спасибо. Добавила Даном ногой. Ну, ничего. Ну, это нормально. Мы такое практикуем. Мы, конечно, шарапкаем наших детей, чтобы они не раскладывались. Так, мы тут, короче, сделаем с Данчиком уборочку. Да-да-да. Да. Готовитесь к Андрушиному день рожденью? Да, потому что к нам должны быть и будет. Нужно быть готовы. Он бросится домой, по-моему. Но не пускай его, если не надо. Чего? На улице будет пока. И не готовы. Вот этот код. Да. Чекай, Кирусь, давай. Мне, видишь, что нужно будет пока Дан сидит, протереть как можно больше, чтобы я хотела сделать и не всю работу. Можно пройдусь по дому, покажу? Подожди, дома еще не супер чисто. Я просто все протираю, а потом еще закладывать будут. Ну да, но... У меня еще ничего не сложно. Ребят, вот она начала, по-моему, с кухни, но еще я не очень кончила банную. Она тоже пока не закончила, я ей стараюсь... А что ты показываешь? Получается, я ничего еще не делаю. А ты показываешь. Не смысл. В общем, такие вот. Дальше. Еще нужно вот этот столик по теле, телеану, хотя бы. Господи, какой же бедный кот. Мы очень надеемся, что мы сейчас справимся быстренько. Да. И будет чисто и красиво. Дан мне очень сильно помогает, на самом деле. Максимально, насколько Дан может помочь, он помогает. Мама, почти солнце в глаза. Да, понимаю, Дан. Что поделаешь? Брум-брум-брум-брум-брум. Брум-брум-брум. Брум-брум-брум-брум. Брум-брум-брум. А кто здесь такой красивый? Это я. А залывался по чуть-чуть. Да. А Даник красивый у нас тут? Да. Даник красивый? Сейчас идем за ванной будем. Ребят, сейчас покажу вам шокотент. Даник всякий ухо. Вроде справляюсь. Даже помощницу уложила в баню. Тебе вывожу, закрываю ее, пусть не успят. Планирую сейчас сделать... Я разморозила мясо. Хочу сделать запечь мясо в духовке. Не буду сейчас этим заниматься, поэтому давайте вместе попробуем. Так, ну что, я тут готовлю это мясо. Мясо это готовлю уже очень давно. По идее, оно очень вкусное должно там получиться. Так что, думаю, уже, в принципе, все. Думаю, больше ему не надо. Насколько я вижу, там все хорошо. Пошел по миску. Надо посмотреть, какое оно внутри получилось. Какое мягенькое. Даже непонятно. Сейчас я достану и посмотрю. Хотя здесь вот поставим. Чуть-чуть приопустим. Ну, оно мягкое, сочное. Ну, прям вообще. Все, теперь я оставляю, пусть оно так до ночи стоит. В этом. Пусть оно настаивается. Вот такое мясо получилось. Завтра, конечно, в разрезе мы его увидим. Потому что я это готовлю на день рождения, это мясо. Правда, я не знаю, какое оно получилось. Потому что это мое первое такое мясо. Приехал, кстати, уже Андрей домой. Да? Да. И купает там Дана. Ты что раз... Тут у нас такие сегодня брызги. Огонь. Да? Смотри, черная штучка. Покажи. Ой, я забыла. Я же показала вас. Покажи, как ты умеешь. Как ты там прыгаешь? А ну, показывай. Лепни на папу. Как ты там лепаешься? Вот так. Ой. Вот так. О, в глаза пойти. Давай сильнее. Давай сильнее. Что ты там устраиваешь, Дан? Вот так, вот так, вот так. Да? А ну, как еще? Вот так, вот так, вот так. А еще сильнее. Короче, тут в округе все мокрое. Андрей постоянно вытирает шваброй. Потому что Дан научился брызгаться. И ему это весело. И ему это нравится. Так. Приходили сегодня родители в гости. Пили со мной кофе. И принесли Дану. Поздравили его с тремя месяцами. Вот такой вот тигруля залипательный. Очень прикольный тигруля. Дану он очень понравился. Дан долго на него смотрел, а потом захотел спать. Дан. Короче, прикольный тигрик. Дану понравился. Вот так он делает. Так. Все. Он будет его играть. Делаю нам чай. Мне и Андрею. Себе лактационный сделаю чай. Потому что я сегодня пила всего один. Хочу еще один выпить. Короче, мне кажется, надо его выпить. И я его не теплым пила. Что его себе делать? И нужно разобраться с курочкой. Но это уже водано. Ложим в платье. Я тогда разберусь с курочкой. Здесь филешки пришли. И крылышки я просила родителей. Они были в Ашане. Попросила, чтобы они купили. Так. Себе лактационный. Андрей. Другой. Махита. О, закончился чай. Нужно, чтобы он завтра себе купил чай. Вот такие у нас дела. Сегодня я все поубирала. Все у меня чисто. Осталось завтра еще раз. Пропылесосить. Помыть стол. Так, в принципе, все чисто. Везде все убрано. Пыль везде вытерта. Окна с внешней стороны с этой помытой. Ой, с внутренней помытой. Внешней не помытой. Завтра это сделаем. Ну, все, в принципе, больше ничего такого интересного. Больше ничего не произошло интересного за это все время. Ой, Кира, кстати, уснула. И потом она проснулась, сходила в туалет и пошла снова. И потом родители ее забрали. Потому что у нее сегодня очень болела голова из-за погоды. Плюс они сегодня рано устали. У них же там учеба. У них конференции утром. И она устала немножко сегодня. Поэтому она сегодня проспала у нас с 3 до 5. Даже до 6. Проспала. Что это там такое? Что бьется рукой? Больно. А зачем бьется рукой? А кто бьется рукой? Бьется рукой там больно и обидно. Да? Угу. Сначала плакаем, потом смеемся. Но это было не понятно. Понятно. В общем, вам весело, да? Очень. Вот так, да? Угу. Угу. Это не очень сильный. Ты научился брызгаться? Да? А воды надо добавить? Да, по-моему, на мосту я ела. А воды добавить не надо? Вроде не надо. Где ты делал? Он улетел, но обещал вернуться. Так вот, ребятки, к чему я веду? Может, дома? Да. Покушу, даже покупаю дома. Покормили его. Сейчас я его напою. Чаем. Там у нас любит чайок. Не будем, короче, ложиться мы спать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайтесь на канал. Вон там. Нажимайте на крутой кнопочке. Мы вас любим очень-очень всем спокойной ночи.